Хочешь начать путешествовать? Я предлагаю начать с собственной области, в которой ты живешь. Вы скажете, у меня нет машины, у меня нет друзей, у меня нет идей. А зачем вообще путешествовать? Закрывайте это видео вообще. Люди, которые хотят путешествовать, они находят возможности. Ну а теперь к делу. Ну что, ребята, готовы к новой заставке? Предлагаю начать с собственной области, в которой ты живешь. В нашем случае случилось именно так. Нам с другом повезло, и отпускай у нас совпали этим летом. Пусть и в маленьком путешествии по области я что-то понял, что-то осознал. Ведь, как говорится, каждое путешествие приносит в вашу жизнь что-то новое, развивает кругозор. Че, Дмитрий, сыкотно вам? Я уже свое отбоялся. И вот мы уже идем с Вадимом в другом месте. Мы идем к какому-то пальцу. Вроде как запрет был установлен до 11-го числа. Воздух здесь так пахнет вкусно. Орехи, они что ли какие-то? Я даже слышал теорию, или фигуральные выражения, неважно. Когда ты бываешь в новых местах, чаще и чаще, то молодеешь. Пусть это утверждение остается более как красивые слова, но все-таки что-то в этом есть. Даже если не про физическую оболочку, а тогда про духовную. Когда ты возвращаешься после поездки к себе в город, заходишь домой, то чувствуешь какое-то удовлетворение. А еще это отличный способ времяпривождения с друзьями. Сегодня мы поговорим о чертовом пальце, или же поляне колдунов. Как вам угодно. Названия уже говорят о многом. И на мой собственный взгляд, они довольно-таки мрачные. Для таких офигенных просто мест. Место, на котором мы сейчас находимся, это похоже, что... Это очень красивое место в первую очередь. Во вторую очередь это что-то рядом с чертовым пальцем, да, Дим? Я вообще никогда, типа, практически в таких местах не был. Для меня это что-то такое вне, вне зоны досягаемости. За пределами досягаемости? Потому что, ну, действительно, я очень редко бываю в таких местах. Я такое видел только в синематик клипах на ютубе. И всегда мечтал записать что-то свое подобное. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима начал уже уставать, сдавать позиции, но мы его пытаемся поддерживать. Не хватало драйв пикчерс сгинуть в лесах Ульяновской. Тяжело идти конечно по лесу, где воздух свежий. Да ну, Дима говорит, что мы уже рядом. Мне что-то как-то даже немножко не верится. На камере такой красный. Дима говорит, что здесь самый большой камень, где-то находится. Я предполагаю, что это он. Я думаю, что возможно это он и есть. Хотя здесь ни разу не был. Это лишь мои предположения. Я тебя прекрасно понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Слышь, машина где-то едет. Вадим, мне кажется, не похоже. Штучка-пушка, которая по совместительству еще и треножка. Прикрутим себе замечательную штучку, чтобы снимать себя с одной руки. Вот так вот. Конечно, от этого мой объектив не стал на килограмм легче. Но зато, зато мне удобнее держать подик. Знаете, о чем хотел бы поговорить? Про окружение. Потому что есть такая типа теория, что все выбирают свое окружение сами. Отчасти я с ним согласен. Отчасти нет. Дима куда-то съебается у нас. Хрен догонишь. Почему я с ним могу быть не согласен? Это по поводу этого утверждения. Потому что, во-первых, вы не выбираете коллег. Вы не выбираете родственников. Не выбираете. Это люди, с которыми вы можете очень часто в своей жизни иметь общий контакт, общаться. Мне, слава богу, повезло с ним. Вы выбираете только своих друзей. Я считаю, что неправильно, если вам от человека там становится не по себе как-то плохо, да? Если вы испытываете неудовлетворение при общении с этим человеком, с такими людьми, наверное, лучше не нужно общаться. Нужно искать людей по интересу. Если такая атмосфера тихая... Дима говорит, что это был не он. Не черт в палец. У этого он эпичнее. Ты что-то отворачиваешься. Вот, смотри, здоровый какой. Я тут про окружение говорю. Ты можешь часть окружения выбрать, часть не можешь выбрать. Согласен, Сыск? Ага. Ты выбираешь свое окружение, Дмитрий? Запрет. Да, слышно, дорогой. Чего? Походу, очень близко к тому самому месту. Потихонечку подходим все ближе и ближе к чертову пальцу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, ребят, несмотря на все усилия, мы с Вадимом сюда добрались. Не дошли мы до девичек слез, я у него перехватил камеру, потому что он тоже... Вон сидит, а я тут по камням лазю, короче. Ребятки, вот он. Этот чертов палец. Или как он называется? Прикинь, там даже сосна на нем бросит маленькая. В общем, ребятки, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Дмитрий здесь... Ты же вот сюда поперепрыгнуть реально. Конечно, тебя потом хуйкасть кости соберешь. Ты же худой, ебать. Кто, я? Да. Для вас есть предложение от банка. Пару минут сможете уделить? Нет, спасибо, не интересует. Я хочу, да, перепрыгнуть. Кто не рискует, тот не пьет шампаник. Да ты гонишь, ебать. Ты снимай, снимай, я с чем-то делал. Я! Дуракам закон не рису. Это херна. О, прикольно. Вот так вот в двух камер себя записывали. Да. Плюс ко всему этому, хотелось бы сразу сказать. Не игнорируйте мои слова. Все-таки стоит с собой взять всякие баллончики от клещей, комаров. Не езжайте туда и не хотите желаться на один. Берите с собой всегда друга. Или, как я сказал, уже вторую половинку. А лучше всех вместе. Кстати, когда мы туда приехали, мы очень долго искали папоротниковую рощу. Ну, знаете, не Китай, конечно, но хотя бы поле 10 на 10 метров заросшего папоротником мхом. Но, к сожалению, этого там мы просто тупо не нашли. Там была своя, конечно, причуда и красота. Вообще, кроме этих папоротников, которые мы не нашли. Но было бы круто, конечно, найти ее. Мы нашли там пару кустиков этих папоротников. Постарался их как-то подчеркнуть особо в видосе. Ну, короче, зацените. Если вы такой же ценитель картинки, как и я, ставьте свой царский лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!